Егор Михайлович, и тема его доклада о вкладе математиков в атомный проект СССР. Тема действительно очень интересная. Мы все знаем что-то об этом, может быть даже много, но вот скажем, системных знаний нет. И хотелось бы в целом вот такой обзорный доклад нам послушать, поэтому очень хорошо. Что докладчик согласился на наше приглашение сделать этот доклад. Пожалуйста, Егор Михайлович, вам слово. Спасибо, Александр Леонидович. Я бы хотел, пока загружается, поблагодарить за приглашение и Дарью Геевну, и вас за возможность выступить. Так, мою презентацию видно? Да, видно, но пока там немножко она маленькая, может чуть-чуть покрупнее можно. Да, я сейчас попробую на полный экран ее раскрыть. Не толкать, не могу сейчас семинар у меня. Вот, мне кажется, все получилось. Ну да, сейчас видно. Ага, хорошо. Ну, это я хочу немножко обозначить, что наш доклад совместный с Вера Павловной. Она мне очень сильно помогала, поэтому мы от двух лиц будем делать этот доклад. Три-двух сути. Начал работ по атомному проекту в нашей стране принято связывать с секретным распоряжением Госкомитета по обороне об организации работ по урану от сентября 1942 года. В принятом распоряжении ГКО обязывал Академию наук возобновить работы по использованию атомной энергии, полученным путем расщепления ядра урана. В декабре 1942 года Академик Иофи поручил временное руководство, работаемое по урану, Курчатову. Курчатов организовал группу физиков, работавших по нужной тематике, для обсуждения проблемы разработки направления исследований. После окончания Сталинградской битвы в феврале 1943 года ГКО официально назначил Курчатова научным руководителем работ по урану. На базе ЛФТИ в Казани создалась спецлаборатория Академии наук СССР, позже лаборатория номер 2, которой было поручено срочно изучить проблему в целом и ответить на вопрос о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. В апреле 1943 года постановлением ККО создана лаборатория номер 2. В августе 1943 года Курчатов был назначен начальником этой лаборатории. В дальнейшем мы сосредоточимся на вкладе следующих математиков, руководителей математических бюро проекта. Академика Соболева, академика Келдыша, член-корреспондента Академии наук Тихонова, профессора Конторовича, внесших, по нашему мнению, наибольший вклад в математическое обеспечение атомного проекта. Целями нашего исследования, как вы видите на слайде, является выделение ключевых фигур, внесших в существенный вклад в математическое обеспечение атомного проекта, поиск ответа на вопрос, почему именно эти люди были приглашены в проект, реализация математического вклада каждого из основных участников проекта, оценка результатов участия математика в проекте с точки зрения их дальнейшей карьеры и развития численных методов, и оценка масштаба теоретических и прикладных математических исследований, проводимых в рамках атомного проекта. Так, это я уже сказал, перейдем к Ладу Соболева, Сергею Львовича. Сергей Львович Соболев известен математическому миру как создатель обобщенных производных и пространства его имени. Его участие в атомном проекте не получило широкой огласки. Начнем с биографии. В 1929 году, после окончания ЛГУ, он был принят на работу в теоретический отдел Сейсмологического института Академии наук СССР. Уже в 1930 году он пишет четыре важных статьи по теорию пругости и распространения волн в неоднородных средах, одна из которых была представлена на Первом Всесоюзном математическом съезде. С 1932 года Соболев начинает работать в отделе дифференциальных уравнений МИАН, Математического института Академии наук. В 1933 году в возрасте 25 лет за выдающиеся заслуги в математике он был удостоен звания члена-корреспондента Академии наук, а в 1934 году его назначают заведующим отделом МИАН. В это время Сергей Львович получает фундаментальные результаты в теории уравнения с частными производными и функциональном анализе, которые вошли в Золотой фонд мировой математики. В 1939 году за выдающиеся математические открытия Соболев был избран действительным членом Академии наук СССР, а в самом начале войны он стал директором МИАН. В сентябре 1941 года Соболеву пришлось заниматься эвакуацией математического института в Казань, организацией в трудных условиях работ по военной тематике и самому активно участвовать в исследованиях по увеличению точности артиллерийской стрельбы и бомбометания. Кроме того, в Казани Сергею Львовичу было выполнено закрытое исследование по динамике вращающейся жидкости, связанное с медным центрифугированием для получения изотопов урана. Весной 1943 года ГКО принял решение о возвращении в Москву из эвакуации экономических институтов, а также МИАН и основной части лаборатории номер 2. В этом же 1943 году Соболев заканчивает второе математическое исследование по качественной теории вращающейся жидкости. В предвоенные годы Соболев был известен как редкий специалист, умело сочетавший исследования в сфере уравнения математической физики с ее приложениями в физике и механике. Учитывая это, а также молодость и организаторские способности Сергея Львовича и в связи со сложностью новых научных и технических задач, было решено пригласить ее в лабораторию номер 2 на должность первого заместителя Курчатова. В марте 1944 года Соболев оставляет должность директора МИАН и переходит на постоянную работу в лабораторию номер 2, где его избирают председателем ученого совета. В августе 1945 года руководство лаборатории номер 2 отчиталось о том, что у них имеется достаточно данных для организации промышленного производства атомных взрывчатых веществ урана-235 и плутония-239. При этом Соболев являлся научным руководителем в группах как по урану, так и по плутонию, организовывая и направляя работу вычислителей. Для получения урана-235 в промышленных масштабах была создана теория, основанная на использовании каскадов-центрифуг, автор, член-корреспондент Академии наук, физик Кикоин. Руководство расчетами промышленного комплекса указанных каскадов, а также экономической целесообразности и схем параллельной работы цепочек диффузионных машин было поручено Соболеву. Отметим, что все расчеты огромного объема выполнялись на трофейных электромеханических машинках «Мерседес» и логарифмических линейках. В этот период за исключительные заслуги перед государством Академик Соболев был отмечен двумя государственными премиями и званием Героя соцтруда. В 1946 году начались эксперименты по обогащению газообразного урана. Работа требовала решения колоссального числа разнообразных научных, технологических и организационных проблем, ставших на долгие годы главным делом. В октябре 1947 года Академика Соболева вводит состав научно-технического совета первого главного управления при Совете Министров СССР, состоявшего прежде из физиков и управленцев. В июне 1948 года Совет Министров СССР обязывает организовать при лаборатории номер 2 закрытый семинар в составе Академиков Ландау, Петровского, Соболева, членов корреспондентов Тамма, Харитона, Зельдовича, Тихонова и некоторых других и возложить руководство семинара на Академика Соболева. После успешного испытания первой советской атомной бомбы в августе 1949 года, Семипалатинский полигон, большая группа наиболее отличившихся участников атомного проекта была награждена орденами. Соболев был награжден орденом Ленина. В середине 1949 года лаборатория номер 2 была переименована в ЛИПАН, лабораторию измерительных приборов Академии наук. Усилия Кикоина и Соболева были сфокусированы на производственной деятельности диффузионного завода. После завершения участия в атомном проекте Сергей Львович продолжал работы по расчетам, связанным с мирным применением атомной энергии. В разговорах с коллегами Соболев признавался, что он приобрел вкус к вычислительной математике, почувствовал ее исключительные возможности именно в годы работы в ЛИПАНе. Осмысление третических основ вычислений, проводимых в рамках атомного проекта, привели Соболева к исследованиям в области теории алгоритмов. Он разработал понятие замыкания вычислительного алгоритма, анализируя эффективность того или иного приближенного метода. В ряде случаев показалось, что при увеличении числа итераций n можно говорить о предельном переходе в самом алгоритме решения. Например, в методе сеток для уравнения Лапласа предельным процессом при уменьшении шага h является уравнение теплопроводности. Получается, что асимптотическое изучение свойств данного алгоритма при больших n и малых величинах шага h может строиться на основе исследований этого предельного процесса. Существенное значение при этом имеет характер предельного перехода, так называемая регулярность и нерегулярность замыкания. Подобное исследование было подробно проведено Сергеем Львовичем в работе, в которой вы видите на слайде, некоторые замечания о численном решении интегральных уравнений, где он рассматривал алгоритм решения интегральных уравнений Фридгольма. Атомный проект обогатил научный и личностный потенциал Соболева. С 1952 по 1958 годы он возглавлял первую в нашей стране кафедру вычислительной математики Мехмата МГУ. В 1955 году он выступил инициатором создания вычислительного центра МГУ, который за короткое время вошел в число самых мощных в стране. Применение ЭВМ для решения вычислительных задач стало одной из главных забот Соболева с момента появления первых отечественных машин. При решении задач вычислительной математики Соболев широко использовал аппарат функционального анализа, уравнение с частными производными и теорией функций. Часто сами задачи вычислительной математики ставились в его работах как задачи функционального анализа. В 1950-е годы руководимый Соболевым семинар кафедры вычислительной математики был одним из крупнейших центров, обеднявших ученых нашей страны, работавших в области теории численных методов, программирования, кибернетики, разработки вычислительной техники. Обобщая свой опыт участия в атомном проекте, Соболев выступил на Третьем Всесоюзном математическом съезде с пленарным докладом на слайде «Выстроить современные вопросы вычислительной математики». На этом докладе он определил главное направление, послужившее основой развития вычислительной математики на длительный период. На секции «Функциональный анализ» того же съезда Соболев, Люстерник и Конторолич представили совместный доклад «Функциональный анализ и вычислительная математика», в котором объединили имеющиеся у них результаты и указали на взаимосвязи двух разделов математики, новые задачи и идеи, возникающие в этих разделах, в том числе под влиянием решения задач в рамках атомного проекта. Перейдем к окладу Келдыша. В 1927 году Мстислав Келдыш поступил в МГУ на математическое отделение. После его окончания в 1931 году он был направлен в Центральный аэродинамический институт имени Жуковского, ЦАГИ. Круг интересов молодого Келдыша определился довольно быстро. Вопросы гидродинамики и нестационарной аэродинамики. С 1934 года Мстислав Келдыш совмещает работу в ЦАГИ и МИАН. В сентябре 1934 года он поступил в аспирантуру МИАН и в 1935 году без защиты диссертации ему присудили ученую степень кандидатов из МАТНАУК. В эти же годы в самолетостроении возникли серьезные проблемы, которые стали препятствием на пути развития скоростной авиации. При возрастании скорости самолет начинало сильно трясти и он рассыпался в воздухе. Это явление назвали флаттером. При взлете-посадке самолета возникала другая проблема. Переднее колесо трехколесного шасси могло внезапно сильно завибрировать и привести к катастрофе. Это явление самовозбуждения колебаний назвали шимми. В 1936 году за большой цикл работ, посвященных колебаниям авиационных конструкций, Келдыш получил степень кандидата технических наук и звание профессора по специальности аэродинамика. В январе 1938 года он защитил докторскую диссертацию по математике. С 1939 года имя ученого и его работы засекречены, поскольку в предвоенные и военные годы проблема вибрации в самолетостроении – государственные проблемы особой важности. В 1941 году Келдыша назначают начальником отдела динамической прочности. Он руководил разработкой проблемы прочности самолетов, в которых входили вопросы Флаттера, вибрации винтомоторных групп, усталость авиационных конструкций, прочности и шимми шасси и ряд других. С явлением Флаттера столкнулось авиастроение всех передовых стран, но раньше других и в наиболее полном наборе всех его разновидностей Флаттер был преодолен на стране, благодаря работам Келдыша и его коллег. В апреле 1942 года ему совместно с Гроссманом была присуждена Сталинская премия за научные работы по предупреждению разрушения самолетов. Келдышам были заложены основы методов численного расчета и моделирования в аэродинамических трубах явления Флаттера. В июне 1943 года за выдающиеся заслуги в области научно-исследовательских работ в авиации Келдыш был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В 1943 году его избирают членом-корреспондентом Академии наук по отделению физико-математических наук, а в ноябре 1946 академиком. С 1942 по 1953 год Келдыш профессор МГУ. На физико-техническом факультете МГУ он заведовал кафедрой термодинамики и вел курс математической физики, а на Мехмате читал лекции и руководил научно-исследовательским семинаром по теории функций комплексного переменного. В апреле 1944 года в МИАН создали отдел прикладной механики, которым с июня 1944 по июнь 1953 заведовал по совместительству Келдыш. В 1946 году он получил сталинскую премию за научные исследования в области теории и методов расчета автоколебаний самолетных конструкций. Вернемся к атомному проекту. В него были одновременно вовлечены несколько институтов Академии наук СССР, помимо МИАН, в том числе Институт химической физики ИХФАН и Институт физических проблем ИФПАН. Эти институты испытывали острую нехватку математиков-прикладников. Почти весь 1946 год директор ИХФАН Семенов добивался перевода Келдыша в свой институт, давая ему такую характеристику. По отзывам всех руководящих математиков нашей страны, профессор Келдыш является самым талантливым математиком молодого поколения. Не слышно, вы знаете, что-то звук пропал. Посмотрите, у вас микрофон, по-моему, отключен. Егор Михайлович, проверьте микрофон. У вас, по-моему, он отключен. Вот на экране он отключен. Коллеги, кто-то слышит что-то из доклада? Или я один только не слышу? Нет, действительно, микрофон отключен. Не слышно, выключен. Егор Михайлович, включите микрофон, пожалуйста. Посмотрите на значок микрофона, он перечеркнут у вас. Сейчас я попробую его набрать по этому самому. Да, по телефону, потому что иначе последнее про Келдыша мы ничего не слышим. Все, я включил микрофон. Да. Вот, наконец-то включил. Так, теперь мне нужно вернуться в презентацию. Презентация сейчас верна. Как вы сказали, что его хотели перевести в другой институт, по-моему, физический, и мы не слышали. Ага, точно. С этого момента. С этого момента, сейчас еще раз запускаю презентацию. Так, видно? Да. Хорошо. Почти весь 46-й год директор Ихфан Семенов добивался перевода Келдыша в свой институт, давая ему такую характеристику. По отзывам всех руководящих математиков нашей страны, профессор Келдыш является самым талантливым математиком молодого поколения. Ему 34 года. К тому же имеющим опыт технических расчетов. Как только он овладеет новой областью, создастся возможность втягивания в проблему всех основных математических сил. Но Келдыш, имеющий серьезные наработки по численным методам, был нужен не только Ихфан. В конце 46-го года в МИАН было образовано расчетно-математическое бюро, руководителем которого был назначен все тот же Келдыш. В конце 46-го года, с целью обеспечить быстрейшее развитие эксперимента и теории в области реакции на быстрых нейтронах, применительно к процессам ядерного взрыва, при Ихфан был организован постоянно действующий семинар для обсуждения работы в указанном направлении в составе 37 человек, среди которых было три математика – Соболев, Келдыш и Семендяев. В мае 48-го года было решено приступить к разработке конструкции сверхмощной термоядерной бомбы, после чего постановлением СОМИН СССР расчетная группа МИАН была усилена до 39 человек. При этом ее научное руководство было передано Академику Петровскому. Энергия Келдыша была на какое-то время перенаправлена на космические исследования. Вскоре после создания в Сарове научно-производственной единицы КБ-11 для ускоренной разработки атомных бомб – это весна 47-го года – и строительство завода по производству этих бомб в 49-50-х годах, появилась необходимость в усилении имеющейся там группы вычислителей, работавших под руководством члена-корреспондента Академии наук Боголюбова. Представленный план работы КБ-11 на 51-й год предусматривал привлечение к работе дополнительных математиков и гидродинамиков Келдыша и Дородницына и значительное усиление расчетной математической базы в МИАН и ИФПАН. На основе этого плана, постановлением Совета Министров СССР 9 мая 51-го года, Келдыш был утвержден председателем математической секции номер 7 научно-технического совета и главным научным руководителем работ по созданию конструкций быстродействующих вычислительных машин БВМ и разработке методов работы на них. Кроме того, Келдышу было поручено руководство организации вычислительного центра ПГУ, первого главного управления. Указанным постановлением также предписывалось обязать ПГУ организовать расчетно-теоретические работы по термоядерной бомбе БОМБЕ РДС-6Т в МИАН под руководством Академика Келдыша параллельно работам ведущимся в ИФПАН. Утвердить Академика Келдыша заведующим отделом прикладной математики МИАН и обязать МИАН в лице Виган-Виноградовой Келдыша создать в институте группу газодинамиков и математиков под руководством доктора технических наук Дородницына. Келдышу и Дородницыну было выдано задание Расчет основной газодинамической задачи о детонации цилиндрического заряда при заданном законе выделения энергии как функции давления и температуры без учета переноса энергии излучением и быстрыми частицами, содержащая А. Проведение качественного анализа, установившийся режим распространения взрыва под цилиндрическому заряду, и Б. Построение численных методов решения газодинамической задачи. Постановление Совмин СССР от декабря 51-го года обязало ПГУ сосредоточить в 52-м году основные силы физиков, математиков и конструкторов на ускорении разработки бомбы РДС-6С, также относящихся к термоядерному типу. В связи с чем следовало? Во-первых, привлечь к участию в выполнении работ по этой бомбе товарища Ландау Зельдовича Келдыша Блохинцева и Калмогорова и поручить им ознакомиться с теоретическими расчетными работами по РДС-6С, представив ПГУ свое заключение по ним. Второе. Рассмотреть в Научно-техническом совете представленное заключение и до 15 февраля 52-го года разработать и утвердить мероприятие по форсированию работ по созданию РДС-6С. 30 января 53-го года руководством КБ-11 проведение точных расчетов по инициированию трубы сейчас скажу, что это такое было поручено МИАН под руководством Келдыша группа Дродницына. Задача об инициировании трубы заключалась в точном расчете процесса превращения сферической волны в стационарную волну, распространяющуюся в цилиндрической трубе. Только после решения этой задачи можно было с уверенностью сказать, что стационарный режим не только принципиально может существовать, но и практически может быть получен. Расчет инициирования трубы был необходим также для уточнения потребного количества трития. По своему объему данный расчет мог быть выполнен только на электронно-счетных машинах. При этом формулировка исходных уравнений и начальных условий требовала совместной работы МИАН и группы КБ-11. В составленном плане работ по другой термоядерной бомбе РДС-6Т Келдыш не только руководитель. В проведении точного расчета возникновения детонации в цилиндрическом заряде от ИТ-3-го инициатора с учетом передачи энергии частиц и квантами и переменной концентрации реагирующих веществ он выступает и как исполнитель. А. В формулировке уравнений и выборе начальных условий первого варианта работы совместно с КБ-11 и Б. В программировании расчетов для ЭВМ и проведении этих расчетов совместно с Дородницей. Объемы широта обязанностей интересов Келдыша вызывают восхищение и удивление. Насколько в дальнейшем усложнилась его работа по атомному проекту можно представить первое из протокола технического совещания от июля 54-го года провести расчетные работы по вариантам термоядерных бомб СД-3 и СД-4 после их завершения произвести окончательный выбор варианта конструкции термоядерной бомбы РДС-6СД и определить срок окончания опытной отработки И второй из записки сотрудника Главного управления приборостроения СССР Павлова Келдышу от сентября 54-го года прошу вас обеспечить выполнение расчетно-теоретических работ по новым типам термоядерных бомб СД-1 и СД-4 Работы, проводимые под руководством Келдыша во многом предопределили современное развитие вычислительной математики в СССР в первую очередь численных методов решения многомерных задач гидродинамики и математической физики Необходимость их решения вызвала в области вычислительной математики революцию коренным образом изменившую ее общенаучное значение Были намечены принципиально новые возможности приложения математики к разработкам оптимальных технических конструкций По признанию физиков математические расчеты не только позволили понимать эксперимент но и зачастую вскрывали явления которые невозможно усмотреть экспериментально таким образом резко повышая темпы технического прогресса Перейдем к Ладу Тихонова В 1922 году в возрасте 15 лет Андрей Тихонов поступил на математическое отделение физмата МГУ Это отделение объединяло в то время следующие специальности математика, механика, физика, астрономия, геофизика Для всех специальностей был общий 4-летний курс и студенты могли получить знания по весьма широкому кругу смежных дисциплин Дифференциация по специальностям проявлялась в основном в курсах по выбору и теме дипломной работы После защиты дипломной в 1927 году Тихонов стал аспирантом в НИИ математики и механики при МГУ а после окончания аспирантуры стал преподавать на кафедре математики физического отделения физмата МГУ Одновременно с началом работ в университете в 1930 году Тихонов был зачислен на должность ученого-специалиста гидрометеослужбы В 1931 году он работал в качестве ученого-специалиста Государственного геофизического института В 1935 году он перешел на должность старшего специалиста математического отдела в Институте географии Академии наук Первые его исследования были связаны с определением исторического климата Земли с вопросами межзлотоведения В простейшем приближении распространение температуры вглубь Земли описывается уравнением теплопроводности на полу-бесконечном промежутке Тихонов показал что решение задачи Каши для уравнения теплопроводности на таком промежутке без условия ограничения роста решения на бесконечности не будет единственным Одновременно он поставил и исследовал обратную задачу теплопроводности Для учета влияния излучения на температурный режим земной коры Тихонов были озвучены задачи для уравнения теплопроводности при нелинейных краевых условиях. Им была предложена редукция, сводящая эти задачи к нелинейным интегральным уравнениям типа Вольтера. В 1936 году Андрей Николаевич защитил на эту тему докторскую диссертацию. В 1937 году он становится профессором МГУ и заведующим кафедром математики на физическом факультете. В том же 1937 году по инициативе Отто Юлевича Шмидта был организован Институт теоретической геофизики и Агемии наук. Институт создавался с целью объединения усилий физиков, математиков, геофизиков и механиков для исследований Земли современными физико-математическими методами. Оставаясь в МГУ, Тихонов начал работать в новом институте научным сотрудником, а затем заведующим отделом математической геофизики. В 1939 году, в возрасте 33 лет, Андрей Николаевич был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению математических и естественных наук по специальности геолога географической науки. С этого времени начинается работа Тихонов в области разведочной геофизики. В начале войны 1941-1943 года он занимался задачами геологической разведки нефтяных месторождений в Ашкортостане. В 1943 году он вернулся из эвакуации в Москву, где снова стал работать в Институте теоретической геофизики, а также на физическом факультете МГУ. Как уже упоминалось ранее, в атомном проекте было задействовано несколько академических институтов, в том числе и в ПАН, на которые, в частности, был возложен расчет теоретической мощности ядерного взрыва в 1947 году. Данная проблема обсуждалась на семинаре Курчатова в начале 1948 года. К этому времени уже были предложены упрощенные модели взрыва атомной бомбы, описываемые системой обыкновенных дифференциальных уравнений для средних величин. Однако, без помощи математиков указанная задача решалась недостаточно эффективно. Кроме того, требовалось уточнение модели. В этой связи, по становлению Совмин СССР о дополнительных заданиях по плану специальных научно-исследовательских работ на 1948 год, в Институте геофизики было организовано Бюро математических расчетов под руководством член-корреспондента Тихонова в составе 30 человек для работы по заданиям ИФПАН. Для увязки теоретических и расчетных работ и контроля за выполнением заданий, предусмотренных настоящим постановлением, было также предписано создать закрытый семинар при лаборатории номер 2 с участием Тихонова. Именно на этом семинаре в начале 1948 года, по воспоминаниям его ученика Самарского, Андрей Николаевич Тихонов предложил провести прямой численный расчет взрыва методом конечных разностей на основе полных моделей физических процессов, описываемых системой нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. В то время ни теории, ни опыта практического применения разностных схем для сложных задач математической физики почти не было. Поэтому данное заявление было неожиданным для физиков и вызвало реплику Ландау о том, что такой расчет явился бы научным подвигом. Ядерный взрыв – это протекание многих взаимосвязанных процессов, деление ядерного горючего нейтронами, распространение образующихся при этом нейтронов, выделение энергии ее переноса по веществу, газодинамического разлета сильно разогревшегося вещества. В математической модели ядерного взрыва есть описание этих процессов системами нелинейных уравнений в частных производных. Поскольку методиками аналитического решения таких уравнений не было, теория численных методов начинала только складываться, математическое обеспечение ядерной программы физикам было не под силу. Математика, знакомых с численными методами, тогда была по буквально единице. Кадры предполагалось готовить в процессе решения поставленных задач. Предстояло выполнить чрезвычайно сложную, объемную, пионерскую работу, требующую совместных усилий физиков, математиков и вычислителей. Причем для расчетов можно было предоставить только логарифмические линейки, арифмометры «Феликс» и клавишные машины «Мерседес». Опираясь на систему обыкновенных дифференциальных уравнений, моделирующий атомный взрыв с учетом переноса нейтронов, составленную его сотрудниками вместе с отделом Ландау Тихонов-Самарским, начали работу по созданию разностного метода для ее решения. В то время этот метод был известен и обоснован только для линейных дифференциальных уравнений и только в Элеровых координатах. Требовалось применить и обосновать сеточный метод для расчета полной системы нелинейных уравнений в лагранжевых координатах, что было совершенно новым, и построить эффективный алгоритм расчета разностной задачи. Кроме того, следовало ориентироваться на реализацию алгоритма имеющимися вычислительными средствами. Работа была начата в конце лета 1948 года, и меньше чем за год группа Тихонова сумела построить методы, наладить расчеты и получить первые производственные результаты. В 1949 году был осуществлен первый расчет полной системы уравнений взрыва плутониевого шара. Во время создания атомной бомбы по требованию ПГУ физики давали математическому бюро расчетные задания, не объясняя их смыслы и цели. Ни вычислители, ни научные сотрудники математических бюро не должны были знать, в решении каких задач они участвуют, что конкретно рассчитывают, с кем в параллеле работают. На следующем этапе в бюро Тихонова от Ландау поступило более сложное задание – решить систему уравнений, описывающую взрыв шара с оболочкой из урана. Эта система была гораздо сложнее. На переведение ее к виду, пригодному для решения, и на разработку алгоритма потребовался месяц. Интерполяционную формулу энерговиделения в зависимости от параметров для оценок готовящегося к тогда атомному взрыву составляли в группе Ландау, основываясь на расчетах бюро Тихонова. За эти работы Андрей Николаевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а его сотрудники получили большие премии. В конце 1948 года проводились работы по построению теории взрыва бомб на основе тяжелого водорода группы Зельдовича и Тамма. На заседании Совета при лаборатории номер 2 от декабря 1948 года было заявлено, что объем расчетно-теоретических работ, необходимый для уточнения вопроса о возможности детонации Дейтерия весьма велик и поручил товарищу Соболеву выяснить совместно с товарищами Тихоновым и Петровским изыскать возможность применения математических приемов, которые позволили бы ускорить работу. В начале 1950 года Сахаров написал записку о работах над термоядерной бомбой-слойкой с использованием Дейтерия-Лития-Уран-238 в заключении. Гидродинамическая картина разлета слойки при ядерном взрыве с учетом эффекта теплопроводности за счет диффузии цветовых квантов очень существенно входит в результаты подсчета действия слойки. Для ее выяснения необходимы громоздкие численные математические вычисления. На основе этой записки 10 февраля 1950 года Курчатов и Хритон написали письмо Берия об архитектуре и происходящих реакциях в обеих упомянутых разработках. В ответ на это письмо в феврале 1950 года вышло большое постановление Совета министров СССР о работах по созданию РДС-6, где на Институт теоретической геофизики Академии наук товарища Тихонова было возложено проведение расчетных работ 50-й и 50-й и 1951-х годов по созданию термоядерной бомбы по заданиям КБ-11. РДС-6 это как раз вариант термоядерной бомбы. В основе построения математической модели бомбы РДС-6С лежит уравнение газодинамики с лучистой теплопроводностью, рождением и переносом нейтронов за счет деления и термоядерных реакций. Существенную роль в математической модели играет уравнение состояния и значение физических характеристик процесса, например, коэффициентов поглощения света. Эта работа, проводимая в бюро Тихонова, потребовала концентрации всех сил для получения разностных уравнений, подготовки детальных заданий, организации расчетов, уточнения физических характеристик. Манхэттенский проект в то время опережал наш атомный проект. В США под руководством Неймана уже были созданы ЭВМ. Манхэттенский проект – это атомный проект США. В темастре стояли вопросы разработки экономичных и устойчивых алгоритмов счета. Для расчетов термоядерной бомбы ранее разработанные методы пришлось сильно трансформировать. В это время появились многие идеи по теории разностных схем, которые были позже изложены в работах Тихонова и Самарского. Вот несколько работ я на слайде привел. Тихонов регулярно проводил в математическом бюро семинар с бывшими учениками, на котором обсуждались новые идеи, ход работы, возникающие трудности и полученные результаты. На нем, в частности, был сформулирован общий принцип консервативности, то есть выполнение тех же законов сохранения на дискретном уровне для разностных схем, что и для исходной дифференциальной задачи. Чтобы опередить США созданием термоядерной бомбы, надо было очень спешить, но для ускорения темпов расчетных работ катастрофически не хватало вычислительной техники и кадров. В отчетах по работах по созданию термоядерной бомбы РДС-6Т Технический совет при ПГУ, ознакомившись с представленными материалами в виде отчетов Ландау и КБ-11, отметил следующее. В настоящее время на чистых вычислительных работах, то есть не считая 25 физиков-теоретиков, занято около 100 человек. При этом удается проводить решения только самых важных и первоочередных задач, и то совершенно недовольтворительными темпами. Совершенно не удается просчитывать ряд всходных вариантов, несколько отличных один от другого по числовым характеристикам, для отбора наилучшего варианта. Необходимо скорейшее увеличение числа математиков и расчетных работников в математическом институте, в группе Ландау, в Институте теоретической геофизики и в КБ-11. Необходимо скорейшее создание универсальных математических машин и обеспечение средней математической механизацией. Отметим, что Совет Министров СССР отозвался на острые проблемы КБ-11 постановлением от 7 июня 1952 года и принял меры к их решению. Разработка математических методов детального расчета, выполненная по заданиям КБ-11 группами Ландау и Тихонова, потребовала серьезной исследовательской и большой вычислительной работы. В ходе поисков оптимального варианта РДС-6С и методики расчетов было проявлено 12 детальных расчетов термодядерных бомб. Количество произведенных при этом арифметических операций исчислялось многими десятками миллионов. Важно, что удалось выработать метод расчета, в котором неизбежные в столь громоздких вычислениях малые ошибки не накапливаются и не приводят к существенной погрешности в конечном результате. Это оказалось принципиальным и при применении ЭВМ. 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне прошло успешное испытание советской термоядерной бомбы РДС-6С. Результаты испытаний подтвердили идеи физиков, заложенные в конструкцию, и показали, что математические модели и расчеты, проведенные до появления ЭВМ, с хорошей точностью соответствовали реальным процессам. Егор Михайлович, в каком году еще раз, пожалуйста? 12 августа 1953 года. В 1953 году термоядерная бомба была, понятно. Да, да, да. Американским специалистам удалось создать такую же бомбу только к марту 1954 года. В конце 1953-го, начале 1954-го годов, за участие в создании термоядерной бомбы и новых конструкций атомных бомб, Тихонову присудили Сталинскую премию первой степени и звание Героя соцтруда. В марте 1954-го года технический совет КБ-11 решил принять все меры по форсированию работ новой термоядерной бомбы РДС-6СД, газовый вариант. При этом окончательное решение о сравнительной эффективности того или иного варианта бомбы РДС-6СД было отложено до завершения точного расчета в математическом бюро Тихонов. Подчеркнем, что в этом бюро своевременно была понята необходимость развития теоретических исследований на должном уровне, достаточном для класса решаемых задач. В результате были построены основы современной теории разностных схем для широких классов стационарных и нестационарных уравнений математической физики. По мере востребованности были разработаны следующие разделы Теория устойчивости разностных схем Теория итерационных методов решения сеточных уравнений Общая теория регуляризации разностных схем с целью получения схем заданного качества и ее применения к решению некорректных задач Принципы суммарной или слабой аппроксимации многомерных задач Работы по созданию математических моделей и методы, разработанные для численных расчетов энерговыделения атомных и термоядерных бомб явились убедительным примером практического применения разностных схем для решения сложных задач математической физики В ходе этих работ под руководством Тихонова вырос большой коллектив специалистов по прикладной математике Перейдем к укладу Конторовича В возрасте 14 лет Леонид Витальевич Конторович поступил в ЛГУ и уже через год начал активную научную деятельность на семинарах, которыми руководили Деланес, Мирнов и Фиктенгольц По окончанию университета в 30-м году Леонид Витальевич преподавал в высших учебных заведениях Ленинграда ЛГУ, высшем военно-инженерно-техническом училище ВМФ и Ленинградском институте инженеров промышленного строительства В 34-м году Конторович получил должность профессора ЛГУ а в 35-м году ученый степень доктора физмат-наук без защиты диссертации Прикладными задачами и приближенными вычислениями Конторович начал интересоваться сразу по окончанию университета В 1931 году он стал посещать семинар Смирнова по приближенным методам высшего анализа в результате чего им было предложено несколько методов приближенного решения задач математической физики В 1936 году вышла монография Конторовича в савстворстве с Крыловым методы приближенного решения дифференциальных уравнений в частных производных Это сочинение стало первой в мировой научной литературе книгой по численным методам высшего анализа естественно на которые ориентировались и советские ученые во время войны Конторович был призван в ряды советской армии с присвоением звания майора служил начальником кафедры математики училища, про которое я сказал В это время Конторович написал оригинальный курс теории вероятности предназначенный для военных учебных заведений и отражающий специфические военные приложения этой науки Постоянно работая в области приближенных методов к концу 40-х годов Конторович осознал что идеи и методы функционального анализа могут быть использованы для построения и анализа эффективных практических алгоритмов решения математических задач с таким же успехом, как для теоретического исследования этих задач Это я цитирую В 1948 году в УМН по этому поводу вышла его обзорная 96-страничная статья «Функциональный анализ и прикладная математика», за которую он был награжден Сталинской премией К этому времени набирал свои обороты советский атомный проект, который также оказался вовлеченным и Конторович Приведем выдержки из упомянутого ранее постановления Совмина СССР 10 июня 1946 года В целях обеспечения теоретических расчетных работ выполняемых для лаборатории номер 2 оно поручало Министерству вооруженных сил СССР освободить профессора Конторовича от работы в Высшем военно-морском инженерном училище и демобилизовать его из рядов ВМФ двухнедельный срок организовать в ЛАМИ расчетную группу в количестве до 15 человек возложив руководство этой группы на профессора Конторовича Чтобы руководить группой, ее надо создать Леонид Витальевич начал набирать в математическое бюро выпускников математического факультета из послевоенного выпуска Как вспоминает член расчетной группы Конторовича Кублановская Сначала это было 5 человек в ЛАМИ и 3 на машинно-счетной станции Первый послевоенный выпуск был небольшим Почти всех математиков удалось собрать в расчетную группу Специализация выпускников была разной Геометрия, теория чисел, функциональный анализ, ТФКП Из Москвы привозили определенные задания в которых указывался и строго определенный срок их выполнения Решали интегральные или интегродифференциальные уравнения Что именно считалось, никому не сообщалось и только впоследствии узнали, что расчеты велись для атомной бомбы, но без конкретики Даже параметры уравнения были строго секретными Расчеты велись вручную на Мерседесах и Рейн Металлов Были прекрасные таблицы, купленные в Америке, восьмизначные В которые приводились все функции, вплоть до интегрального алгоритма Через некоторое время, примерно через год, наладилась работа машинно-счетной станции Условно, расчетные задания по атомному проекту для Контаровича с группой назывались программой Плутоний Первая задача состояла в расчете критической массы заряда атомной бомбы С математической точки зрения задача состояла в вычислении собственных значений интегральных операторов Сначала считали критическую массу для шара, потом потребовался расчет для цели После испытания первой советской атомной бомбы в августе 49-го года Контарович был награжден орденом Трудового Красного Знамени А все расчетное бюро получило правительственную премию в сумме 100 тысяч рублей В процессе создания термозерной бомбы в КБ-11 пришло понимание чрезвычайной сложности решаемых задач В необходимости корректировки плана соответствующих расчетно-теоретических работ В результате в этот план, утвержденный Совмином СССР 9 мая 51-го года, было Среди прочного включено построение приближенных формул для изменения энергии квантов При однократном рассеянии на электронах в зависимости от температуры электронов и энергии квантов Исполнителями назначены товарищи Ландау Ивпан и Контарович Ламиан К середине 51-го года была принципиально определена конструкция и рассчитано действие заряда предназначенного для подрыва термоядерной бомбы РДС-6С Для большей надежности планировался ряд необходимых теоретических и математических исследований В частности, сложные теоретические исследования, порученные в группе Боголюбова КБ-11, было решено форсировать Этой группе должна быть обеспечена возможность опираться на математические расчеты бюро здоровья После подрыва в августе 53-го года термоядерной бомбы модели РДС-6С Основные научные силы участников атомного проекта были направлены на создание дейтериевой термоядерной бомбы РДС-6Т В РДС-6Т подразумевается бомба, работающая на принципе детонации жидкого дейтерия с протеканием термодядерных реакций Отличительной особенностью РДС-6Т являлось протекание реакции при весьма высокой температуре до 100 миллионов градусов При которой вещество не находится в равновесии с излучением Испускаемое электронами тормозное излучение является основным видом теплопотерь В дальнейшем это излучение при растении его электронами дополнительно отнимает от них тепло Последний из перечисленных процессов получил название компотонизации Расчет комптона эффекта при заданном распределении температуры электронов было поручено выполнить к концу 1952 года ученым Померанчуку, лабораторию номер 3 и Конторовичу Лами В плане расчета на теоретических работ по модели РДС-6Т на вторую половину 1953 года Кронроду и Конторовичу одновременно поручают разработку приближенного метода учета анизотропии в расчете комптона эффекта А. При заданном гидродинамическом поле с полным учетом анизотропии И. Б. Для одного-двух гидродинамических полей с приближенным учетом анизотропии С этим заданием Конторович и Кронрод успешно справились Работа в атомном проекте Конторович пришел к убеждению необходимости поставить вычислительные процессы на прочный теоретический фундамент Развивая результаты своей обзорной статьи 1948 года «Функциональный анализ и вычислительная математика» Он готовит новую работу «Приближенные решения функциональных уравнений» на слайде В ней Конторович сформулировал ряд задач, с которыми приходится встречаться специалистам по прикладной математике И определил способы их решения в рамках функционального анализа Статьи, опубликованные Конторовичем в период работы в атомном проекте, блестяще подтвердили выдвигавшиеся им два тейса Первый тейс. Разумно приведенное обобщение позволяет яснее видеть существо дела и получить более точный результат, чем при индивидуальном изучении частной задачи Но это вообще общий принцип функционального анализа Наличие хорошего приближения помогает не только локализовать предполагаемое решение, но и установить сам факт его существования Леонид Витальевич внес значительный вклад в развитие вычислительной техники и программирования Предложенные им алгоритмические и структурные решения легли в основу ряда оригинальных вычислительных устройств В середине 50-х годов под руководством Конторовича были разработаны релейные клавишные вычислительные машины «Вильнюс» и «Вятка», которые сыграли важную роль в автоматизации вычислительных работ В те же годы Конторович обратился к вопросам автоматизации программирования, а также других сфер интеллектуальной деятельности человека Предложенные им принципы об одной математической символике, удобной при проведении вычислении на машинах, получили предложение в работах отечественных и зарубежных авторов В 1963-1965 годах в Институте математики Сибирского отделения Академии наук СССР под руководством Конторольча был разработан специализированный процессор В этой машине был использован предложенный Леонид Витальевичем роторный принцип реализации массовых арифметических операций Операции выполнялись с предельной скоростью, ограниченной только быстродействием оперативной памяти Перейду к выводам Наиболее существенный вклад в математическое обеспечение проекта был, по нашему мнению, внесен Соболевым, Келдышем, Тихоном и Конторовичем Они были приглашены в проект в силу нескольких причин А. Все они являлись крупными математиками, имеющими опыт работы в прикладных областях, в том числе оборонного характера Б. Они хорошо зарекомендовали себя на руководящих должностях Б. Они обладали подходящими личностными свойствами Работоспособностью, ответственностью, целеостремленностью и тому подобное Второе. Каждый из причисленных участников, за исключением Келдыша, перегруженного организационной работой Проводили глубокие исследования по темам, связанным с участием в проекте У Соболева это были изыскания в области теории алгоритмов и кубатурных формул Тихонов разрабатывал теорию разностных схем Кантарович проводил анализ приближенных методов в рамках функционального анализа А также проектировал вычислительные машины и процессоры Их результаты впоследствии получили мировое признание Третье. Участие в атомном проекте, безусловно, повысило авторитет ученых-математиков в научном сообществе и их социальный статус В этом определенную роль сыграло их награждение орденами и медалями, а также большие зарплаты и премии К примеру, премия Кантаровича была 50 тысяч рублей, при среднемесячной зарплате СССР в те годы 500 рублей Кроме того, математики руководителей расчетных бюро позиционировались по окончании проекта Как проверенные кадры в самых высоких кругах, что позволило им занимать ключевые позиции в других местах Например, Келдыш был руководителем космической программы, потом президент Академии наук СССР Соболев стал директором Института математики Сибирского отделения Академии наук Тихонов, декан факультета ВМК МГУ, позднее директора Института прикладной механики Академии наук Конторович, создатель математики экономического отделения Сибирского отделения Академии наук, Нобелевский лауреат Четвертое Результатом участия математиков в атомном проекте явилось также следующее На слайде Научный потенциал атомного проекта и опыт математического моделирования был использован в космическом проекте Усилилась роль математики и математиков в разработке сложных систем Были созданы новые факультеты ВМК, МГУ и тому подобное, кафедры и направления подготовки специалистов Обобщение опыта проведения масштабного вычислительного эксперимента позволило создать новые направления в математике Теория алгоритмов, теория разностных схем, теория регуляризации, кибернетику, прикладную математику У меня немножко еще времени осталось Я хотел бы кое-какие первоисточники, которыми я пользовался, вам вывести Ну буквально так, чтобы Да, пожалуйста, пожалуйста Вот тут есть С одной стороны, вот этот вот четвертый пункт, атомный проект СССР, документы и материалы Там это такое достаточно большое издание, оно в трех томах, в каждом томе по нескольку книг То есть это документальное подтверждение того, кто какой вклад вносил Ну потом еще некоторые, допустим, некоторые издания историко-математического характера Например, вот работа Визгена Владимира Павловича, интересная, взаимодействие физиков и математиков в Советском атомном проекте Опубликована в историко-математических исследованиях Ну вот такая вот статья Кутатыла от Застоболев из школы Эллера, ну и так далее И некоторые, вот есть еще книга хорошая, герой атомного проекта Она вот не так давно вышла, в 2005 году Ну и потом вот воспоминания, воспоминания о Келдыше, воспоминания о Тихонове Воспоминания некоторых учеников, например, Самарского Вот, ну и тому подобное И еще, наверное, все-таки математикам было бы интересно посмотреть, какие же уравнения решались Да, вот в рамках этого проекта Ну вот если совсем общо, то решаемое уравнение можно для одномерных задач Нестационарных представить, как уравнение 1 Для двумерных, нестационарных задач, как уравнение 2 Ну, это такие матричные уравнения Искомая функция, это функция V, вектор функции А, Б, Ц, Д, РФ, это заданные матрицы Ну тоже, которые состоят, возможно, из функций, возможно, из постоянных коэффициентов Не принципиально Ну, я вот для студентов младших курсов немножко хотел пояснить, что такое разностная схема Если у них такого курса, наверное, пока еще не было Ну, вот если у нас, допустим, есть уравнение второго порядка У два штриха от x равно f от x Вернее, даже у нас есть кривая задача Вот поставлены условия Два на концах отрезка То вводится так называемая равномерная сетка То есть отрезок разбивается на равные части И значение в узлах обозначается у, соответственно, у it, f, it И решить такую вот задачу Это значит найти значение искомой функции во всех узлах Производная заменяется таким отношением То есть, как бы, ну, мы знаем, что производная – это предел дельта ирх на дельта икс Вот мы, когда при малых дельта икс, мы приближенно заменяем разностью значений в соседних углах Деленные на шаг нашей сетки И получается, когда второе производное – вот такое выражение Которое вы внизу видите на слайде И, в общем, задача такая решается итерационными методами Ну, если более точно, то медном прогонке И какие еще… Ну, вот это вот такие дифференциальные уравнения И есть еще вот интегральные уравнения, которые используются Ну, дифференциальные уравнения, оно вообще… Это из уравнения Больцмана тоже В этой череде уравнения, в общем, как правило, используется уравнение Больцмана Которое описывает статистическое распределение частиц в газе Вот я его привел И уравнение приноса нейтронов, уравнение Пайлса, так называемое Ну, вот оно такое интегральное уравнение Ну, вот это уравнение, вот американские участники Пайлс был одним из участников Манхэттенского проекта Вот он первым вывел это уравнение Наши уже на него, в общем-то, опирались и ссылались Наши математики Ну, все У меня, наверное, все Спасибо за внимание Большое спасибо, Егор Михайлович Давайте, коллеги, поблагодарим Егора Михайловича за очень интересный доклад Спасибо Спасибо Так, коллеги, пожалуйста, какие вопросы? Идите, можно такой вопрос? Вот покажите, пожалуйста, список литературы Мне кажется, у вас там опечатка Первая, читать или вторая? Первый, первый Ага Вот я всегда считал, что Галеркин Борис Григорьевич Да, 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 да Спасибо, да, Борис, да Спасибо Можно я вопрос задам? Пожалуйста Спасибо большое А вот смотрите, когда вы рассказывали про Соболева, да У вас очень много было биографических справок А вот с теоретической точки зрения он внес какой-то вклад в решение дифференциальных уравнений Может быть, пространство Соболева, да, вот, которое мы знаем из национального анализа Как это связано с решением дифференциальных уравнений? Ну вот немножко, да, вернемся, вот я сейчас этот слайд показал Соболев в основном руководил расчетами Он на некоторые какие-то моменты, каких-то конкретных решений, каких-то конкретных задач, в том числе разностными методами он участвовал Но что касается связи с теоремовложениями Они появились немножко позже, так называемые разностные теоремы вложения Это уже, наверное, вторая половина 50-х годов, не в рамках атомного проекта Можно мне Поняла, спасибо большое Мне немножко, да, физично ответить на этот вопрос Значит, дело в том, что создание Сергея Львовича теории обобщенных решений, теории функциональных пространств Оно как бы с самого начала было связано с приложениями, поскольку, вот, уважаемый докладчик сказал об этом, что он начинал работать Я забыл, геофизический институт в Ленинграде Сейчас, одну секундочку Сейсмологический 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 Вот С самого начала, самое интересное, что он изучал нелинейные уравнения Поэтому всю жизнь его исследования по прикладной математике и по абстрактной математике были связаны И в значительной мере его открытие теории обобщенных решений было связано с приложениями Значит, вот это первое, что я хотел бы подчеркнуть И вот на этой базе, то есть по существу, он перевернул несколько областей математики До Соболева теории уравнения и производных вообще не существовало Были так называемые методы математической физики Да, спасибо Вот тут некоторый, вот возник какой-то в чате какой-то комментарий по поводу того, что Крейн был участником Атмопроекта Ну, конечно, давайте я немножко туда поясню Не только Крейн, естественно, еще масса других имен, которые более серьезных, которые я здесь не успел просто осветить Дело в том, что там и Самарский, естественно, свой внес вклад и Владимиров, и Семендиаев Ну, вот насчет того, и Дородницын, которым я упоминал там Поэтому я не могу вот в одном часовом докладе, к сожалению, не могу всех Хотелось вот самых крупных Еще можно поинтересоваться на вопрос задать? Пожалуйста Да, спасибо, во-первых, большое за очень информативный, интересный доклад Но вот я когда слушал, интересно стало Параллельно ведь двигались в Манхэттенском проекте И решали, наверное, примерно такие же, в общем-то, задачи математические Нет ли какой-то информации, сборки по именам и задачам, которые решались по методам, чтобы сравнить Именно математически Есть такая задумка Пока нигде не видел, чтобы кто-либо проводил эти сравнения Дело в том, что даже кроме работы Визгина, которую я уже упоминал Вот она, Владимира Павловича, в историке математических исследований Других исследований по математическому вкладу в атомный проект СССР наших ученых не было А если не было исследований по вкладу математики, то сравнить, естественно, их тоже невозможно То есть это как бы второй шаг уже идет Но второй шаг, в общем, читаемый, совершенно верно, да Есть задумки посмотреть и сравнить, что сделали наши, что сделали их Но дело в том, что получилось так, что наши оказались сильнее в теоретическом плане Значительно сильнее таких вот Там, конечно, в Америке были бы такие серьезные ученые, например, как Нейман Но он переключился на немножко другое Он бы мог, наверное, тоже заниматься теоретическими обоснованиями Вот, например, как это сделал Конторович Но вот я еще бы хотел сказать, что атомный проект явился толчком для развития приближенных методов в целом в СССР И позволил на десятилетия обогнать всех остальных по этой теме Понятно, да Спасибо, спасибо Да, это видно, что как раз именно разработка многих подходов Она была связана с этим проектом, которые потом уже развивались А до этого их не было Интересно вообще Спасибо Вы знаете, у меня еще вопрос вот какой Когда вы написали уравнение Больсмана, где там интегральный член? Ведь уравнение Больсмана учитывает столкновение частиц А где столкновительный член? Я не нашел Можете показать? Так, уравнение Больсмана Там, по-моему, еще есть вариант в интегральном Интегральный член должен быть Но, по-моему, это после интегрирования правой части там что-то возникает Ну, хорошо Ну, вообще, все-таки лучше на будущее писать как-то это более аккуратно Потому что Хорошо Я, во-первых, хотел два слова сказать Вот студентка, одна из моих студентов задала вопрос по поводу роли Соболева И связь в его деятельности с уравнениями Я обещаю на эту тему, чтобы всех присутствующих не задерживать и не смазывать как-то очень интересные ощущения от доклада Я обещаю на следующей лекции рассказать про Сергея Львовича и про его роль не только в атомном проекте Но и в создании наших современных межконтинентальных ракет Вот И мне еще, я хотел бы отметить, в докладе очень понравилось одно место Когда было сказано о том, что он исследовал разделение изотопов в центрифугах Вот потом те уравнения, которые он вывел специально для этого, получили название как раз уравнения Соболева И нужно сказать, что на эту тему было много математических исследований Но, к сожалению, настолько эти исследования до сих пор засекречены Что математики, которые занимались развитием теории уравнения Соболева Они до сих пор, как правило, не знают, где это появилось И вот до сих пор я обеседовал на эту тему в институте математики имени Соболева Сибирского отделения Академии наук Они тоже очень об этом сожалеют И считают, что надо уже пора эти документы рассекречивать Какую-то работу ведут в этом направлении Но, оказывается, это очень трудно До сих пор многие его работы здесь, к сожалению, не рассекречены И хорошо, что, конечно, Егор Михайлович упомянул об этой задаче Это уравнение Соболева знаменитое Вот, значит, там различный порядок производных, ставших по разным переменам входит И вот оно как бы под стандартную классификацию не подходит Исследований было много, но, к сожалению, физический смысл исследователи в своих работах не указывают Так, Олег, еще вопросы, пожалуйста, закладывайте Вопрос такой легкий Просто вот я знаю, что Академик Белцерковский был задействован в этих делах В принципе, он там и книгу не есть по взрыву атмосферы гидром Как бы, вот, что-то можно сказать? Наш докладчик, можешь так над темно сказать? Я скажу, что я бы отнес Как участникам второго эшелона, скажем так Я обозначил вклад участников первого эшелона А вот Белцерковский, Дородницын, Владимиров, Самарский Все это второй эшелон Ну и это требует отдельного, естественно, исследований Я просто вы других называли, да Белцерковского нет Как бы, что вы знаете Я как бы мало знаю Ничего конкретного сказать не могу, к сожалению Не занимался Ну, вот, я как раз склонен согласиться с докладчиком И это очень хорошо, что он выделил ключевых участников атомного проекта Конечно, много наших великих предшественников этим занимались Вот и Дородницын, и Владимиров, и Мачук, кстати говоря, Горьев Иванович Но если назвать, вот, ограничиться четырьмя фигурами То я бы тоже назвал Соболева, Келдыша, Кихонова и Конторовича, конечно И эти фамилии, когда даже отмечают юбилей других математиков-участников атомного проекта Так или иначе все равно упоминаются И действительно Это были удивительные люди Вот Я помню, на травмной церемонии на похоронах Келдыша Была сказана такая фраза его преемником Александровым 3К Келдыш, Королев и Курчатов Обеспечили создание ракетно-ядерного щита нашей страны Ну, там, правда, был один Келдыш упомянут Ну, конечно, так сказать, на самом деле Все эти люди занимались многими вопросами И всего созданием ядерного и термоядерного оружия Спасибо Коллеги, еще вопросы, пожалуйста Ну, если нет вопросов, давайте еще раз поблагодарим докладчика Действительно замечательный доклад И очень хорошо подобранный материал И расставленные акценты Давайте поаплодируем докладчика Спасибо Спасибо большое Спасибо Ну, хорошо, спасибо вам еще раз большое Значит, следующий у нас доклад опять во вторник Виктория Владимировна, как у нас докладчик в следующий раз готов? Есть кто, кому докладывается? Да, в следующий раз будет Эмбрагимов Акиф Исмаилович А, Акиф, очень хорошо Да, это уже так Сладчик из США будет нам рассказывать И даже не будет То ли раньше встанет, то ли спать не ляжет Ну, в общем, у него во время нашего доклада Двенадцать часов сколько там будет? Минус восемь, да? Четыре часа ночи Начало семинара Ну, Акиф, он такой энтузиаст Так что, я думаю А какая тема? Просто я не в курсе Я не могу сказать, потому что это Вика с ним общалась Он мне называл несколько тем Какую он выбрал, я не знаю Пусть Виктория Владимировна скажет Вик На данный момент сказать не могу Я сделаю рассылку в ближайшее время Да, я могу сказать Он начинал, он начинал с задачи Зарембы Вот, это были восьмидесятые годы прошлого века Он защищал докторскую диссертацию В математическом институте имени Стеклова Вот, так что Действительно, очень высокого уровня специалист По-моему, какие-то прикладные задачи Но вот точно не могу сказать В последнее время он много занимается Различными интересными приложениями Так Ну